Введение безвизового режима с Китаем на 30 дней поможет развивать туризм в регионах Казахстана. Профильная ассоциация на востоке республики выступала одним из инициаторов таких поправок. В прошлом году действовал 14-дневный пилотный проект. По данным специалистов, он показал, что за две недели гости из Поднебесной не успевали полноценно отдохнуть. Если для Алматы и Астаны двух недель вполне достаточно, то про отдаленные регионы этого не скажешь, отмечают эксперты. К примеру, чтобы доехать до Катон-Карагая, людям нужно дополнительное время. И это и перелет в Усть-Каменогорск и дорога до самих туристических зон. Поэтому в таких странах, как Турция, Арабский Эмират или Таиланд, без визы можно находиться до месяца. А вот в городах-государствах, где небольшая территория Сингапуре, Гонконге, Макао и других, без визовый режим длится всего около 10 дней. Поэтому Казахстану есть у кого перенять опыты. Не ограничиваться двумя неделями, говорят специалисты. На самом деле, будем реалистами, мы где-то, если туристы захотят поехать в регионы, такие как Западный Казахстан, Центральный Казахстан, допустим, в Каркаралы или Восточный Казахстан, то здесь нужно чуть-чуть больше визового, скажем так, люфта для того, чтобы человек мог поехать и не переживать, что ой, не дай бог со мной что-то произойдет, я на один день опоздаю, и я уже буду нарушителем закона. Поэтому 14 дней вот это впритык, скажем так, никто не делает.